добрый день друзья и заглянувшие на мой канал сегодня как обещал показать для чего нужна индукционная печка которая применяется на кухне хозяйками и нами тоже на кухне кастрюли там нагревать и сковородки и все остальное как ее применить в гаражных условиях я это давно уже обещал но как-то все не получалось а ты думаю после нового года как бы делать ничего не хочется думаю сниму ролики поделюсь с вами значит будем нагревать сегодня чуть позже вот это вот наковальню пытаться я ни разу не нагревал но сегодня такая мысль возникла это сколько наверно нагреет мне просто интересно в ней вес 100 килограмм ну точнее не 100 там 96 чем-то по моему по паспорту это большая наковальня кузнечная она у меня стоит давно уже я на ней пользуюсь хорошая очень штука то есть для чего я хочу этот эксперимент показать не ради дурости может быть и ради дурости ну как бы сказать этим показано какая сила допустим в этой маленькой печечке двух киловаттный что она может допустим как это удобно и как эффективно хочу попробовать вместе с вами все это как бы обкурить ну кто конечно на празднике с новым годом вас забыл поздравить с новым годом сегодня второе число только те кто употребляли алкоголь на новый год усиленно конечно у них сейчас голова совсем о другом думает или вообще не думает я как бы не употреблял немножко своего напитка пивка и все был на работе первого числа так что голова ясная свежая и возможность есть поснимать и пообщаться с вами ну пока сейчас на этом я сейчас перейду на другое место покажу на маленьких деталях узлах а потом перейдем в конце уже на основную эту наковальню продолжаю наши эксперименты значит первое то что мы начнем допустим показать я уже это испытывал проверял мне очень хорошо получается значит сегодня где-то минус 3 мороза градусов все холодное конечно не 20 градусов но минус 3 это тоже она давно стоит гаража у меня не отапливается гараж не герметичный как бы сказать не утепленный обычный гараж то есть пробуем сначала так предусловие печка работает только в том случае если металл магнитный я думаю это каждый понимает магнитный металл должен быть браться на магнит ну нержавейка тоже некоторая берется вернее половина берется я нержавейку на ней нагреваю все в первую очередь самое основное то что часто бывают нужны которые гаражи работают часто занимаются чем-то занимаются часто встречаешь на нагреть какую-то деталь любую деталь которая магнит она в основном обидится разная деталь магнит вот я беру допустим взял это обычный шкивок нашел у меня валялся у меня применяю как там что-то высечка не высечка такой в общем не имеет значения раз попробуем его нагреть что она пока час мы холодный нас возьму немножко снега положу даже холодный на морозе он был для наглядности и включаем на 2 киловатта 2 киловатта нагрев пошел примерно замечаем сколько времени на часов не взял посмотрим поэтому то есть скиф был полностью холодный нагрев пошел видно по снегу вниз уже горячий то есть сколько там прошло минуты не прошло нагрев пошел то есть очень удобная вещь для подогрева когда вот не огня применять не надо ничего совершенно положил нагрел до любой температуры померил там то есть не обожгешься удобно очень удобно я делаю все на ней пожалуйста вот можно трубку рядом параллельно нагревать без проблем все можно делать ну то есть если вода закипела это уже больше 100 градусов понятно на низу очень часто бывает только что допустим 150 до 200 и надо чтобы допустим шкив одеть нас на что-то разогретый не этого достаточно да тут уже руку не удержишь конечно сейчас здесь закипит еще сверху значит температура уже больше ста конечно на всю часть только нижний более-менее сильно горячий трубочки уже запах тоже пошел вот она нагрелась уже горяченькая можно вот так поближе сдвинуть все здесь закипела сколько там прошло минуту наверно . нагрелся да так можно до красна нагреть вполне может дарить до красна но если она надо красна значит надо а нет значит нет то есть я снимаю она в принципе уже показала все сейчас печка запищала так уже горячие печка запищала значит слишком маленький объем металла то есть одну трубку на нем не нагреть она потому что маленькая надо пятачок какой-то чтобы определенно если ей этого хватит значит она успокоится и заработала все то есть положили пятачок для объемности какой-нибудь и пожалуйста она дальше греет и трубку и все остальное то же самое подшипники это золотая вещь для подшипников греть подшипники положили подшипничек все пожалуйста будет греции подшипничек и все что вам много но это дело фантазии каждого что греть какую где что надо допустим даже можно кому-то что-то надо нагреть воды чуть-чуть или там свинец растопить или что-то еще там подогреть ту на самую отставил баночку металлическую наливаю туда чё надо все мне уже дым пошел что надо пожалуйста температура регулируется мою температуру любви задать можно увидеть аж перегрелась железячка начинает уже синеть подшипник еще не сильно но уже руками не не возьмешься ну это попробуем так раз на ну я уже как бы на частное не работаю уже печка подгорела немножко это как бы моя больше более более-менее для гаража и использую для кухни там вторая есть ну то есть и на этой можно у нее как бы вид уже подпорченная одни издеваюсь немножко вот уже краска пузырями пошла пусть подогрев пошел хороший труба нагрета уже краска старая дымит пожалуйста нагреватель что есть желание подшипник тоже уже нагретый тоже можно одевать эта шайба разогрета пожалуйста температура то что надо даже панель нагрелась обычно панель не должна греться если вода с водой стоит не буду дальше греть и подшипник тоже нагретый уже то есть можно пролаживать медную фольгу для того чтобы не проходила туда вот эта температура чтобы не не царапалась поверхность сильно не уродовала так попробуем сделать на фольге то есть метина совершенно не берется я думаю она защитит покрытие на топорике есть топорик положили попробуем сейчас он нагреется или нет через фольгу может быть фольга магнетизм убирать будет как-то хотя не думаю должно не это фольга это экран по идее дана она пропускать не будет надо бумага до фольга не пропускает экран фольга это экран не получится бумага может загореться пробуем напрямую пошел нагрел до пошел нагрел без фольги пошел нагрел как вы видели я применял ее и для батареи но многие не поняли как бы как так и применять там какие-то микроволны идут это обыкновенная электромагнитная индукция на везде нас огружает она все вредно и везде с этим встречаемся так что это микроволны я согласен еще конечно более менее опасно электромагнитная индукция она везде присутствует не так уж она опасна подальше находите убирайте свое нижнее место подальше не все будет нормально телефоны и все остальное тоже излучает и немало сейчас вот этого никуда не скроешься тут уже все тоже понятно уже закипела все нормально не знаю как мне наковальню нагреть или нагреть то есть она запищала мы что-то убрали конечно она пустая отключается это понятно это естественно так и должно быть сейчас попробуем за сколько она нагреет наковальня или даже вот тиски в них тоже около 90 килограмм я принципе здесь рядышком нахожусь они наверно все таки не понесу туда на эту самую наковальню сейчас попробуем на тиски покатить камера стоит запущу нужно емкость металла пошло дело ну и пробуем теперь теперь пробуем дура тиски холодные и были и есть сейчас за сколько она хотела подогреет чтобы до солидная масса здесь они не это сама не взвешивал сколько они весят но это станочные тиски большие где-то около тоже 90 килограмм не так поднимаешь очень тяжело пускай 80 она будет и точно то есть если кто знает меня поправит то наковальня точно знаю что она весит почти 100 килограмм 96 чем-то а это я не знаю вот вот такие вот подшипник еще тепленький все горячие еще очень удобная вещь и практичная можно и в гараже можно и на кухне одной вещью пользоваться пожалуйста что угодно нагреть что попалось то и нагревайте посмотрю на хоть не отключилась нет работает ну да тиски нагреть конечно объем металла приличный сейчас немножко снега принесу все равно потраченная электроэнергия которую я сейчас потрачу но принципе вроде счетчик есть можно заметить хотя потом можно посчитать два киловатта за сколько минут нагрел и узнать расход не хочу еще смотреть там неудобно подлазить на счетчик у меня есть специальный отдельный счетчик экспериментальный то есть она запитана все от дома через свой основной счетчик это счетчик я поставил чисто для для своих эксперимента для потребления да именно сколько и в гараже беру именно сколько потребляю не саму как бы интересно где что как потребляет электронный счетчик стоит а это если она за пять минут нагреет просто напросто 2 киловатта вот этих вот пять минут там киловатт в час но тут есть мелочь а пользы сколько вот уже наковальня уже теплым я имею ввиду тиски но попробуем если у вас есть терпение еще и наковальню нагреем просто не хочется ваше время занимать но если вам интересно смотрите дальше я постараюсь как бы быстрее уложиться не люблю вот эти вот всех я уже всегда говорил роликах не люблю кого-то повторять чьи-то идеи очень не люблю и не люблю когда ваше время занимаю то есть только пустозвоню все 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 практика все показываю короткая ясность и что непонятно пишите но не буду отвечать конечно такие какие-то очень не серьезные вопросы тут я думаю всем все понятно у каждого есть голова своя для чего нужно сказать дурачок зачем ты греешь да зачем ты электроэнергию портишь все это дело во-первых для меня это до самого это эксперимент и чтобы я знал какую массу могу нагреть что могу сделать и все это дело но пока это все греется уже градусов 40 есть я вам покажу если кого интересует еще одно очень давно уже может кому-то надо будет тоже можете себе сделать это вообще без проблем сделать это мои все эксперименты вот этот трансформатор 700 ваттный у меня он был это с лампы с дроссельных ламп 700 ваттных обыкновенный дроссель то есть там вторички не было только первичка это форсированная конкретно здесь были прокладки изоляционные ну как для дросселя специально и провод 2 миллиметра 200 витков по моему намотан или 200 с чем-то чуть-чуть то есть нормально он себя держит отлично хорошо вот здесь я пожалуйста не на 250 витков намотал это получается раз виток 23 но 3 4 витка получается то есть витки считаются не так что от 1 2 3 4 5 а вот начало вот пошло это вот раз виток то есть вот раз виток два виток 3 виток 4 виток и 5 не до конца то есть четыре витка с половиной там получается там ну 4 вольта и получается три с половиной и все на конце у меня уже правда по отгорало все была медная щетка очень такая большая массивная медная щетка и вот я куда надо зажимаю сюда там как хороший контакт был и этой графитной щеткой или сейчас можно напрямую медная должна быть прижимаю и нагревается трубка до красна в любую пружину можно раскрутить что хочешь я делал эта штука в нём больше 15 лет находится и отлично не жалуюсь вот когда надо допустим вот это вот ушко на пружине часто бывает что-то с ней сделать пружина там ушка загнуть толстые пружины там 6 миллиметровые даже пытался делать вилла вилла не пружинистые загибал именно крючки свил делал именно этой штукой то же самое здесь берем только щетку не щетку вот такую вот ну чтобы руки не попеки там через пассатиж или что именно нагреваем то место где нам надо чтобы выгнуть отлично получается это называется электро горно то есть очень важно если будете делать не делайте вот этот намотали одним допустим шины потом через болты переход это очень важно не надо делать потому что в этих переходах напряжение здесь маленькая а ток очень сильный очень сильный то есть вот этим же кабелем вот обычный типа сварочного кабеля толстый по моему 35-40 квадратов здесь вот им прямо намотана вот так вот сколько там вот это 4 5 виточков и все и прям концы выходят она только вот здесь греется случае чего и все работает прекрасно так что это тоже альтернатива нагреву но теперь есть новые технологии раньше этого не было так слышу пошел запах прошло там сколько пять минут ну нагрелась эта часть потому что она как бы в основном на этой части лежит тут тоже прилично я думаю пока достаточно чтобы показать сколько там прошло времени немного но посмотрите если кого интересует вот пожалуйста нагретая это массивная такая губка очень массивная когда-то и слабенько тут я руки обжег себе просто вот край очень сильно он тоньше обжег руку да вот на краю конечно кипит тоньше металлом быстрее нагрелся тут чуть толще все-таки обжегся шкиф еще толстый ну попробуем сейчас перейдем до наковальни еще тогда уже ладно сейчас посмотри сколько пришло времени 20 минут постараюсь побыстрее друзья нагрев пошел только что поставил петечку эту то есть я не буду занимать ваше времени сейчас включу и замечу время поставлюсь на паузу потом еще раз включусь я думаю минут наверное за пять за семь она уже будет теплая сейчас в ней конечно минусы как на улице так и здесь но здесь объем конечно больше чем попробую сейчас я выключиться как только нагреется посмотрю по времени примерно вам скажу друзья прошло четыре с половиной минуты как я принес часы сюда специально и все я убираю печку как я говорил она отключается сама когда ее снимаешь но с этого с металла то есть проверяем кусочек снега она уже нагрелась и рукой пробовал хорошо пожалуйста снег тает не то что то это если на руку взять то градусов на надо 80 руки не удержишь да не закипает потому что до 80 ну вот пожалуйста результат четыре с половиной пять минут и у вас железяка на 100 килограмм нагрета ну все до этом тогда встречи до встречи на моих других роликах вот это вот умничка она очень мне нравится в гараже очень хорошая помощница как я уже все рассказывал так что до встречи пишите если кто-то может что-то еще придумает на ней делать это будет супер как бы все должны знать что можно печкой это сделать еще можете еще не догадываюсь что можно и сделать ну как бы батарею я показывал как греется батарея там конечно в ней один минус действительно есть таймер выключается через три часа ну то есть это как аварийное отопление аварийное подогрев у меня как бы газовое отопление все но случае чего можно сделать и так нагрел все опять включил там это более-менее как бы удобно ничего надо переделывать прямо при подвинул к этой батареи это этом показывал бутылочкой прижимал как бы чтобы она не падала не надо и бутылочки прижимать она когда ее включаешь она сама притягивается она как бы магнитом становится и притягивается к металлической батареи и прекрасно держится так что это все все эти эксперименты пока на сегодня закончились пишите не забывайте за пальцы если понравилось стараюсь для вас до свидания